Откуда берет сведения о действиях российских летчиков в Сирии представитель Пентагона Стивен Орен? Этот вопрос задавали сегодня в Российском Министерстве Обороны и особо отмечали. Как только сирийская армия, которая выбивает террористов со своей земли, одерживает очередную победу, в ход идут обвинения в адрес российских военных. В свою очередь в Минобороны привели данные объективного контроля за американскими самолетами. И по этим сведениям именно они наносили удары в Алеппо. О стратегии и тактике информационной войны, которая напрямую связана с успехами в борьбе с террористами из исламского государства, в репортаже Ивана Прозорова. Словно по команде, говорят в Минобороны, поднялась новая волна обвинений в адрес России. Когда сирийская армия при поддержке российской авиации добивается успеха, в зарубежные телеканалы говорят о бомбардировках мирных жителей. Свежий повод выступления в Ираке полковника Стивена Уоррена. На прямой связи с Пентагоном он заявил, что российские самолеты якобы уничтожили два госпиталя в Алеппо, и тысячи сирийцев остались без жизненно важной медицинской помощи. Правда, деталей не предоставил. Ни координат, ни времени, ни даже источников этой информации. Когда подобную чушь несут лондонские активисты-правозащитники, это одно. Но когда об этом заявляет представитель Пентагона, который позиционирует себя как военный профессионал, совершенно иная ситуация. Прежде всего, наверное, расстрою полковника Уоррена, он не угадал. Российские самолеты в районе города Алеппо вчера не работали. Ближайшая цель была в более чем 20 километрах от города. А вот над самим Алеппо, заявляют в Минобороны, активно летала авиация так называемой антиигиловской коалиции, самолеты и ударные беспилотники. Как и обещали нашим американским партнерам, больше скрывать эту информацию мы не будем. Вчера в 13.55 по московскому времени с территории Турции кратчайшим курсом прямо на Алеппо в сирийское небо вошли два штурмовика ВВС США, А-10. И по полной отработали по объектам в городе. Полковник Уоррена почему-то не стал афишировать этот залет в прямом и, кстати, в переносном смысле тоже. Игорь Коношенков добавил, что не будет уподобляться американскому полковнику и голословно обвинять ВВС США во всех смертных грехах. Хотя, по данным Минобороны, американские самолеты уничтожили некие девять объектов. Были ли в их числе те самые госпитали, еще предстоит выяснить. Сама же ситуация, добавили в оборонном ведомстве, напоминает прошлогодние скандалы, когда американцы разбомбили госпиталь благотворительной организации «Врачи без границ» в афганском Кундузе. Погибли по меньшей мере 30 человек и ракетный удар тех же ВВС США по позициям иракской армии в провинции Эль-Фалуджа. Первое, что делается, вбрасываются голословные обвинения в наш адрес, чтобы отвести от себя все подозрения. Если так дело и дальше пойдет, то скоро нам придется проводить по два брифинга. Сначала за себя, а потом за этих парней из коалиции, которые считают себя профессионалами. Мы опять слышим старые песни с обвинениями о том, что наша авиация якобы наносит удары не только по террористическим группировкам ИГИЛ. Специально для рафинированных западных экспертов хочу сообщить, что не все террористы в Сирии всегда передвигаются с большими черными флагами и крупными надписями на спине об их принадлежности той или иной террористической группировке. Ради достоверных данных о террористах и их позициях российские военные организовали многоуровневую систему разведки, полученную совместно с партнерами информацию перепроверяют, чтобы исключить риск для мирных жителей. Более того, данными теперь делятся и отряды сирийской оппозиции. Они начинают сотрудничать с официальным Дамаском. По одной из наводок оппозиции был обнаружен и уничтожен командный пункт боевиков в провинции Длиб, рассказали в Минобороны. Для координации действий Россия не раз открыто обращалась и к США, и к европейским странам, чтобы не было спекуляций на тему правильных и неправильных террористов. Но делиться данными коалиция по-прежнему отказывается. Мы еще несколько месяцев назад неоднократно говорили о тенденции, что чем успешнее мы уничтожаем террористов, тем больше нас обвиняют в неизбирательности удара. Хотя если ознакомиться с материалами западных СМИ, то кажется, что в неконтролируемых сирийским правительством городах живут только представители светской оппозиции и их правозащитники. А вокруг светет демократия, в кавычках. Но сколько не припудривай, а точнее не прикармливай террористов, оппозиционерам они все равно не станут. К слову, именно делегация так называемой «умеренной оппозиции», поддерживаемая Западом, тормозит процесс мирных переговоров. Мятежники требуют остановить наступление сирийской армии при помощи российской авиации в Алеппо. Европейские политики кричат об угрозе ужасающего голода, гуманитарной катастрофы. Эксперты задаются вопросом, почему они молчали об этом 4 года, пока боевики развязывали кровавую гражданскую войну. Лишь когда в ситуацию вмешалась Россия, Вашингтон и европейские столицы наперебой заговорили о резолюциях Совбеза ООН и защите мирных граждан. В последнее время из Пентагона мы слышим совет о необходимости менять нашу стратегию в Сирии, чтобы помочь США достичь политического перехода власти. Специально для этих советников напомню, что цель нашей операции в Сирии – уничтожение терроризма, прямой и явной угрозой безопасности нашей страны и мира. А все политические вопросы должны решаться только самими сирийцами при международном посредствии. И не в окопах, а за столом переговоров. Других стратегий у нас не было и не будет. Вашингтонские стратегии политических переходов на Ближнем Востоке дали своеобразные плоды, добавили в Минобороны. Последние пять лет торжество демократии почему-то сопровождает смерть, нищета и исход беженцев. США, кстати, в своем привычном стиле открестились от вчерашних бомбардировок в Алеппо. Такие информационные атаки, судя по всему, российскому оборонному ведомству предстоит отражать еще не раз. И вам Прозоров, Сергей Шилин, Светлана Баркова, Александр Горностаев, Первый канал.